Пользоваться какими-то такими фактами школы, как то, что х квадрат минус у квадрат — это х минус у на х плюс у. Ну, например, это вполне себе помогает, потому что, ну вот вы, ну да, в общем, хотите вычислить какое-нибудь значение типа 65 в квадрате, но как вам его вычислить? Ну, можно сообразить, что там 65 умножить на 55, вот как это вычислить? 65 умножить на 55, да, это 60 плюс 5 на 60 минус 5, да, то есть, наверное, можно сообразить, что это как раз 60 в квадрате минус 5 в квадрате, а это уже, в общем, довольно легко посчитать, ну, 60 в квадрате внутри 600, там, минус 25, вот в таком ключе, конечно, можно, но такого не бог весть сколько. Ну, полезно запомнить полные квадраты, например, хотя бы до тысячи. Это тоже обычно, по крайней мере, в советских школах висело. Вот, я не знаю, как сейчас висит, наверное, на стенках висит, я что-то не обращал внимания, но, в общем, даже не до тысячи, они, по-моему, до 10 тысяч были выписаны, ну, я до пары тысяч помнил, наверное, сейчас помню, до полутора тысяч, вот, но, в общем, можно просто попытаться вот как-то научиться видеть перед собой эти числа, и как будто на листочке, да, вот рисуешь и перемножаешь, вот, ну, в столбик, вы же умеете перемножать в столбик, ну, давайте в столбик перемножать. Но, в общем, да, есть какое-то количество приемов, их больше, чем я сейчас перечислил, мне легко считалось всегда, я, в общем, в этом плане не страдал. Это как раз, отмечу, не свойство математика. Математик профессиональный не обязан хорошо считать. Математик профессиональный — это человек, который занимается наукой, в первую очередь, логической, то есть математика — это способ вывода утверждений из каких-то предпосылок, умение сочетать, казалось бы, несочетаемое, когда у вас есть один факт из одной области, другой факт из другой области, и вдруг вы соображаете каким-то образом, что эти факты можно с помощью чего-то третьего еще и связать между собой и сделать какой-то вывод. И это вот математика в первую очередь, а расчеты — это не совсем математика, это скорее, ну, для людей, которые, например, не доверяют своему калькулятору на кассе, вот это вот очень полезно. Или для людей, которые занимаются расчетами инженерными, у них вдруг сломался компьютер, все-таки надо иногда иметь интуицию тоже, что должно получиться. Ну, где-то обсчитались в программе, у вас получилась вероятность равная 2,5, ну, извините, вы же должны понимать, что вероятность все-таки — это число на отрезке от нуля до единицы, это я так утрирую, но понятно, что человек должен примерно представить размерности величин, которые он вычисляет. То есть надо сначала в уме прикинуть, что получится, вот я прям вот так показываю, да, вот в уме прикинуть, что получится, а потом перепроверить уже на компьютере, если сильное расхождение, что-то не так. Редактор субтитров А.Семкин